28 декабря отмечается Международный день кино. Еще в 1895 году братья Люмьер запатентовали изобретенный ими аппарат «Синематограф». И впервые на большом экране зрителям был показан документальный короткометражный фильм «Выход рабочих с фабрики». А 28 декабря 1995 года в парижском Гранд-кафе прошел первый платный киносеанс из 10 фильмов. Именно этот день и был выбран в качестве даты праздника. Несколько интересных фактов. Рекордсменом по производству фильмов является индийский Болливуд. Он выпускает до тысячи лент в год. Самая старая лента сцены в саду Раундхей. 14 октября 1888 года этот двухсекундный ролик был показан зрителям. А первым постановочным фильмом считается «Путешествие на луну Мелеса». Он был выпущен на экраны в 1902 году. 28 декабря 1973 года в Париже было опубликовано художественно-историческое исследование Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Эту книгу он писал в СССР тайно в период с 1958 до начала 1967 годов. Рукопись вывез за рубеж помощник военного атташе США Вильям Оддам. Тогда весь мир впервые услышал фрагменты из этой книги в передаче радиостанции «Голос Америки». Но 12 февраля Солженицын был арестован, обвинен в измене родине и лишен советского гражданства. А на следующий день он был выслан из Советского Союза и доставлен в ФРГ на самолете. И лишь в 1990 году Александр Солженицын был восстановлен в советском гражданстве. И в том же году ему была присуждена государственная премия за книгу «Архипелаг ГУЛАГ». В этот день, в 1973 году, родился Александр Робок – российский актер, театр и кино, продюсер и режиссер. И, кстати, родился в Златоусте. Отец Александра работал инженером-металлургом, а мать – преподавателем. Главное место среди увлечений маленького Саши поделили гитара и школьный драм-кружок. Именно детские интересы предрекли выбор творческой профессии в будущем. А потому после окончания школы наш земляк уехал учиться в Ярославский театральный институт. Дебютной работой Александра в кино стала картина «День полнолуния», где он сыграл Серегу. А в 2007 году Робок впервые занял режиссерское кресло, сняв детективный фильм «Комната потерянных игрушек», где также выступил продюсером и исполнил одну из ролей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова